Рогозин тут выступил с заявлением, которым, впрочем, вряд ли кого удивишь, ну да я попытаюсь. А неприятности-то, которые преследует Роскосмос на протяжении всего того времени, пока он, Рогозин, курирует данное ведомство, не что иное, как происки проклятых америкосов, а я-то думал, чё у нас спутники падают один за другим. Почему заводы, выпускающие продукцию для ракетной отрасли, лихорадят и кто деньги пилит на строительстве космодрома Восточный, подтвердилась моя догадка, Трамп, будь он не ладен, ну вице-премьер российского правительства врать-то не станет. Слушайте, когда же они наконец угомонятся? Один лампочки в подъездах выкручивал, дороги ломал, пенсионеров наших обворовал, второй вообще в святая святых полез. Чем дальше ЦРУшники займутся? В борщ нам плевать начнут. Начинаем. Ну а если чуть серьезнее, ребят, вы представляете, какого уровня деградантами нас считают наши же правители, что уже такой вот лажей кормить не стесняются. А чё, пипл схавает? Главное, вбить в пустые головы биомассы, лишь бы не было войны, только бы не Майдан, кто, если не он. И делай с этой биомассой что хочешь, собственно, это и происходит, пожалуйста, конкретный пример. На минувшей неделе сторонники Владимира Путина хвастались тем, как умудрились собрать за 4 дня в поддержку своего кандидата аж миллион подписей. За 4 дня это важно. Но я вот не поленился и посчитал. Давайте вместе это сделаем. Итак, во-первых, что такое подпись в подписном листе? Это не просто почеркушка. На встречу со сборщиками человек должен прийти с паспортом. Соответственно, сперва он должен как-то об этой встрече узнать. Во-вторых, сам процесс подписания занимает определенное время. Паспорт надо достать, переписать из него все свои данные, фио, адрес и место прописки, кем и когда выдан документ. Согласитесь, минут 5 не меньше на это уйдет. А если с пенсионерами, то и больше. В-третьих, собирали они эти подписи в 92 городах страны. То есть, сделав нехитрые арифметические подсчеты, в каждом городе надо было собрать по 10-12 тысяч этих самых подписей. Ну а теперь математика в ход пошла. 5 минут, потраченные на одного человека, умножаем на 10 тысяч подписавшихся. 50 тысяч минут получается. Или 833 часа, или 34 дня. И это при условии, что народ туда гурьбой пришел. И без перерывов на обед и туалет люди заполняли те листы круглосуточно. Повторюсь, 34 дня потребовалось. А они за 4 управились. Ну не получается, блин. Согласен, кто-то может возразить, так ни один же подписной пункт на весь город не возражаю. Но и я, давайте будем честными, посчитал очень-очень грубо. Просто хотел показать тем самым, что это не простое дело. Что за 4 дня такие вопросы не решаются в принципе. Ну разве нашему народу это интересно? Ну если вы берете целое областное отделение Единой России, в котором работает огромное количество человек, где есть целый исполком, и у них есть машины свои и так далее, которые, естественно, берут 20 предприятий, их объезжают и быстро все это организуют. Это на самом деле не очень трудное занятие. В выходные дни какие предприятия, мне просто понять. Я понимаю, что они бы собрали... непрерывного цикла предприятия, прежде всего. Крупные заводы. Нет, я понимаю, что они бы так и так собрали бы эти 300 тысяч подписей, или 500, или миллион, но я вот просто поймал на вранье вот в данный момент вот тех людей, которые врали, мои коллеги в эфире там центрального телевидения. Зачем врать? Зачем? Чтобы показать, какой Путин крутой, как много народу, что мы как пятилетку за три года, да, то есть мы за два дня миллион подписей соберем, и надо будет, за час соберем. И потом собирала там не единая Россия, кстати, хочу... А я считаю, мы просто привыкли, что от нас ничего не зависит. Да мы и не хотим, чтобы зависело. Жираф большой, потому что ему видней. Или, знаете, как в известном афоризме, не так страшно, что я в заднице. Страшнее то, что я начинаю там обустраиваться. А это реальная журналистика. И сегодня снова о прекрасном. Поехали. Ну а вообще, эта избирательная кампания с самого начала была пропитана откровенной ложью. Подготовку к ней начали еще загодя и врали, врали, врали. О вставании с колен, о каких-то мифических внешних врагах, о выходе страны из кризиса и увеличении уровня жизни населения. Мне, если честно, новости на центральных каналах все больше напоминают ролики МММ про Леню Голубкова. Ну помните, в которых он богател. Благодаря замечательному парню и благодетелю Сергею Мавроди. Пусть будутся в этом году все ваши мечты. Даже самые смелые. Как вы знаете, у МММ нет проблем. Хотелось бы, чтобы в этом году их не было и у вас. Официальный старт кампании 2018 по традиции тоже начался с вранья. 20 декабря 2017 года на заводе ГАЗ в Нижнем как будто бы общественность, хотя это были статисты, скорее всего, назвала своим единственным и неповторимым кандидатом главного. В тот день на предприятии звучали красивые лозунги, ведь только этот человек бьется за нас, как за родных детей. Только благодаря ему такие заводы, как наш, на плаву. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас. ГАЗ за вас. Так ведь, автозаводцы? Давайте вместе. ГАЗ за вас. ГАЗ за вас. А уже через пару дней у ГАЗа начались проблемы. Завод встал. У экономистов это называется затоваривание. То есть, когда произведенная продукция не продается, а пылится на складе, потому что не пользуется спросом у покупателя. Соответственно, и денег предприятию взять неоткуда. Об этом, впрочем, в российских СМИ не говорили. Да и не время сейчас, чтобы вываливать какие-то проблемы на народ. Это плохо для рейтинга. Главное, что нижегородцы свое дело сделали. Вышли, покричали под камеры. ГАЗ за вас. Электорату это показали. Все. Ближайшие 6 лет не до ГАЗа. Кстати, уникальность этой компании заключается не только в повсеместном вранье от репетированными или привычными способами, но и в том, что дежурные в ралли начали осваивать новые горизонты, повылазив за пределы любимого в народе зомбоящика. Теперь, например, популярного обманщика можно встретить и там, где не предполагал даже вот один из таких, к слову. В штабе кандидата против всех сам факт поездки отрицать не стали. Говорят, провела в Индонезии 3 дня. Вот только не ради корпоративных увеселений, а ради сбора денег и встречи с потенциальными спонсорами. Дескать, все остальное домыслы провокаторов, завистников и конкурентов. Бали, а почему не Сомали? Может, там подписей больше соберет? Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни кандидаты блондинку поддерживают, другие возмущены. Получается, что Собчак потратила 300-400 тысяч рублей на полет на Бали, если бизнес-классы только на дна. Чтобы с кем-то поговорить о франчайзинге. Ясно, понятно. Да-да-да, это тот самый пропагандист казаков, который за деньги налогоплательщиков вешает людям лапшу на уши в эфире государственного ВГТРК, но одного этого типа журналисту показалось мало, вернее его хозяевам. Теперь Алеша еще и блогером заделался на ютубе и регулярно делится с народом своими бреднями там. 65 короткометражек за три месяца состряпал этот стахановец, благо одурачил пока не так много граждан, 5 с чем-то там тысяч человек его аудитория, но он старается. Грудинин обещает вернуть миллиарды долларов с офшорных счетов, которые туда переправили представители российской элиты. Да-да, это он о Грудинине, крепком хозяйственнике и патриоте, который предпочитает хранить миллиарды на счете в Лихтенштейне, элитной офшорной юрисдикции, но и отдыхать любит на горнолыжных курортах Европы. Все, не хочу больше слушать эту голематью. Во-первых, на сайте ЦИК есть вся информация по счетам данного кандидата. Грудинина в смысле и в Лихтенштейне у него лежат не мифические миллиарды, а ценные бумаги на несколько десятков миллионов рублей. Но пропагандистам же это не важно. Главное на врате, чтобы цифры повнушительнее, люди все равно проверять не будут. Еще Геббельс говорил, чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Второй момент. А вам не кажется странным, что какие-то счета в банках есть у всех кандидатов, кроме одного именно? Кроме раба на галерах, у которого вообще нет ничего за душой, голь кремлевская. Ну и третье. Оказывается, съездить на отдых за границу – это уже преступление и признак роскошества. В Европе вон пенсионеры по миру путешествуют. Впрочем, чего удивляться? Думаю, лет через шесть стабильность у пропагандистов еще один аргумент появится. Представляете, он вчера что-то ел. Вот сволочь. Все. Думайте. А это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе ссылка на нее прямо надо мной. Пища для размышлений еще больше. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне заглядывайте, там тоже интересно. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok